Видите меня, слышите меня и видите мой экран сейчас. Проверка связи. Так, отлично. Ну что ж, пока у нас еще подключается, идет активное подключение. Я это прекрасно вижу, но у нас уже время начинать. Программы сегодня очень насыщенные, нам хочется очень много вам рассказать сегодня интересного и самое главное показать. Поэтому начинаем работать. Пока я немножечко рассказываю о том, что нам сегодня предстоит, и представляю себя, компанию и нашего гостя сегодня. Пожалуйста, тоже представьтесь, напишите в чат, откуда вы. Очень интересно посмотреть на географию пребывания нашей сегодняшней встречи. Кем вы являетесь? Вы родитель, вы учитель, воспитатель, преподаватель, в каком учреждении вы работаете? Очень интересно. И самое главное, возраст ваших детишек, кого обучаете или кого воспитываете. И рекламен давайте сразу обозначим. Пожалуйста, следите за микрофонами, чтобы они у вас были выключены, чтобы сторонние шумы не мешали ни вам, ни нам, ни всем остальным участникам. Видео можете подключать, будем рады видеть ваши глазки. Наш чат активный. Мы будем туда обращаться к вам с вопросами. Пожалуйста, принимайте активное участие. Нам важно знать ваше мнение. И при планировании составления дальнейших мероприятий мы, безусловно, берем во внимание ваши вопросы и комментарии. Стараемся делать информацию максимально актуальной именно для вас. Ну и также параллельно вместе с нашим выступлением сегодня наши помощники, организаторы будут в чат публиковать, дублировать всю полезную информацию, необходимые ссылки, может быть, какие-то контакты и так далее. Поэтому следите за чатом. Там очень много полезного будет для вас сегодня. Ну что, у нас уже время начинать, и я думаю, что мы можем это и сделать. Представляйтесь, пишите свои комментарии. Итак, напоминаю, что по пятницам традиционно уже мы встречаемся в 12.30 на тематические вебинары в рамках онлайн-клуба для дошкольников онлайн-клуб Minimi English английский с мамой. Уникальный авторский курс, предназначенный для обучения детей от 4 до 8 лет. И в рамках работы этого онлайн-клуба у нас предусмотрена методическая поддержка взрослых, вовлеченных в процесс обучения, воспитания и развития детей. Мы приглашаем авторов, методистов данного курса. Также с удовольствием приглашаем экспертов в области преподавания, обучения английскому языку, нейропсихологов, психологов, логопедов, которые работают с детьми. Образовательная организация RELOT. Кстати, в этом году RELOT празднует 30 лет, и у нас запланирована серия мероприятий в рамках этой замечательной даты. Следите за новостями, подключайтесь. Очень много полезной, интересной информации для вас предстоит. Ну и, конечно же, у нас есть сюрпризы, призы, подарки, мы будем отмечать. Поэтому следите за нашими анонсами. Образовательная организация RELOT 30 лет на рынке образовательных услуг является эксклюзивным дистрибьютором Оксфордского университета, издательства Oxford University Press, а также крупнейшим поставщиком художественной, специализированной, обучающей литературы на огромном количестве других иностранных языков. Кроме того, образовательная организация RELOT оказывает поддержку всем участникам образовательного процесса, от руководителей, учителей, наших уважаемых студентов, учеников, ну и, конечно же, их родителей. И в рамках этой поддержки образовательная организация RELOT является организатором международных конкурсов и олимпиад по иностранным языкам, разработчиком и организатором проведения независимого мониторинга качества обученности английскому языку. Ну и, конечно же, разработчиком, организатором проведением курса повышения квалификации для педагогов английского языка Школы педагогического мастерства. Так что присоединяйтесь. Ну и сегодня мы в продолжение темы, которую затронули несколько эфиров назад. Мы говорили о книгах и о том, как же обучать самых маленьких учеников чтению, как это делают в Англии, рассказывала автор курса Minimi English Катя Самовилл. И мы затронули тему такого замечательного подхода, как Phonics. Очень много вопросов было от участников вебинара, от учителей главным образом. И поэтому сегодня мы пригласили Оксану Явербаум. Простите, пожалуйста, я уже заговорилась. Явербаум – это авторизированный методист-тренер, представитель в России британской образовательной компании, издательства Leta Land International. Оксана, здравствуйте. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, дорогие участники. Спасибо, что пригласили. Тема обучения чтению – это моя passion, моя страсть. Поэтому с удовольствием поделюсь всем полезным, что знаю. У нас сегодня прямой эфир, живая трансляция, поэтому сразу приносим свои извинения. Если вдруг будут какие-то технические сбои или неполадочки, это издержки живых эфиров. Оксана, скажу честно, вы у меня ассоциируетесь, у меня прямая ассоциация вас, и такого подхода к обучению, как Phonics. Ну и вообще, если мы говорим в контексте обучения дошкольников. И вот сегодня мы бы очень хотели, чтобы вы поделились своими знаниями, наработками и, безусловно, профессиональным мнением в этом вопросе. Уважаемые участники, у нас презентация будет демонстрироваться на английском языке. Не пугайтесь, мы все поясняем и комментируем на русский, если вдруг что-то вам будет непонятно. Ну и, конечно же, задавайте вопросы, пишите их в чат. В конце нашей встречи мы обязательно с Оксаной к ним вернемся и на все постараемся ответить. Итак, Оксана, после нашей встречи по книгам, по обучению чтения, главный вопрос, который задавали участники. Что же такое Phonics? Phonics, как еще мы очень часто слышим. Ну, Phonics – это наш сленг учителей английского языка в России, да? Мы придумали такое слово, чтобы короче говорить. И Phonics, как сложилось уже, относят учителя английского к теме обучения фонетическим методам, но не вдаваясь в подробности. Phonics и Phonics, да? То есть под Phonics'ами, как вот по-русски такого термина, его как такового, ну нет, это неправильное слово по-русски, Phonics'ы, да? Потому что Phonics по-английски обозначает акустический метод, фонетический метод, даже не метод, а подход к обучению чтению. Во-первых, это слово Phonics в английском означает два значения. Акустика, Phonics, да? И второе, подход, фонетический подход к обучению чтению. Вот что такое Phonics. Илья, я буду листать слайды, или мы как с вами вместе? Как вам будет удобно. Я могу на экране вот здесь, нет? Мне надо управлять тогда презентацией. Мне тогда нужно ее со своего компьютера, по-моему, включить, нет? Так, да, вам нужно со своего компьютера его включить. Я тогда сейчас отключаюсь, чтобы вам было удобно. Будет проще тогда, да, нам поделиться? Да, конечно. Так, так, так. Сейчас, секунду. Отлично. Все видно. Слайд-шоу на включение, чтобы было. Все. Поехали. Итак, что такое фонетический подход? Это объяснение, как буквы связаны со звуками. То есть графемы – это буквы, и фонемы – это звуки. То есть у какой графемы какая фонема, у какой буквы какой звук. То есть это не методика как таковая, это подход, да? It's an approach. То есть teaching of the relationship between sounds and spelling. То есть между письмом и звучанием. Собственно говоря, обучение всем известное с транскрипцией – это тоже фоникс, это тоже фонетический метод. Только он не child-friendly, да? То есть он не для детей. Вот это очень интересные, ценные замечания и комментарии. Потому что тоже, возвращаясь к вопросам от участников вебинаров наших предыдущих, задавали, чем же он отличается от транскрипции. И вот прям сложилось впечатление, что существует вот такое понимание, что это два разных… Ну, сейчас мы делаем правильную терминологию подхода. Но еще вот тоже про разделение подходов и методов тоже очень ценно. Поэтому я думаю, что мы разобрались с терминологией. Я знаю, что этот метод, ну, не новый, да, и он существует и уже встречается давно. И вы мне рассказывали очень интересную историю об этом. Давайте поделимся с участниками. Да, вот почему мы вообще заговорили в фоникс? Я закончила институт, и я с российский, да, там больше 25 лет назад. Мы не употребляли этот термин. Разговаривая с коллегами, кто недавно закончил вузы, да, и тоже слышу, что очень мало, ну, то есть появилось вот это понимание, да, и вот это звучание этого термина фоникс, наверное, в последние десятилетия, вот не раньше. Так а почему оно появилось у нас в последние десятилетия? Потому что оно в англоязычном мире, как бы к нему новый акцент такой, на него фокус тоже в последние 20 лет вернулся. Что было в начале? Вообще фонетическим подходом обучали детей чтению во всех европейских языках, начиная с Древней Греции, начиная с того времени, как первые школы в Древней Греции появились. В части английского языка, когда появился первый букварь, букварь, который как раз и показывает, какая буква, какой звук дает. Это все появилось с развитием Америки, когда колонисты из Англии приехали в Америку, они были образованы в латино-греческой традиции, и страна Америка начала очень быстро расти, нужно было массово народ образовывать, учить, читать, и вот был издан такой букварь первый в середине 1600-х годов, он назывался New England Primer, и его, что интересно, переиздавали почти 150 лет, то есть им на протяжении 150 лет с его помощью обучали чтению, именно фонетическим методом, буква, звук, запомнили, дальше читаем. Но в конце 1800-х годов уже школ много появилось, много задач обучения чтению, такая приобрела, ну такой стратегический вообще характер, что население нужно обучать, читать, и ряд деятелей в образовании, чиновникам можно назвать их сегодня, потому что на самом деле так, они начали такой разговор о том, что вот это вот заучивание правил в английском языке, как что читается, настолько сложно, что оно отбивает у деток желание читать, и поэтому в школе скучно, читать тяжело, и это все неправильно, вот правильный метод, надо слова запоминать, как картинки, whole word approach, то есть метод целых слов. Учитель стал показывать картинку детям, слово, table, chair, whatever, и должны запоминать, то есть и таким, и этот метод победил, то есть настолько вытеснил фонетический метод, что в середине 20-х годов, вот 20-го века полностью в школах прекратили обучать фонетическим методам англоязычных странах, начиная с Америки, Англия тоже последовала, и европейские, кстати, другие страны, многие у которых, ну языки пользуются таким же латинским алфавитом, то есть это фонетический метод просто ушел со сцены, настолько задавила вот эта вот идея обучения методам целых слов, и вроде как-то все оживилось, вроде как все было ничего с образованием, но постепенно люди заметили, что грамотность вообще в целом англоязычного населения стала падать, люди заканчивая школу не могут полноценно читать, потому что зрительно наша память может запомнить энное количество картинок, а новые слова не могут люди прочитать, особенно люди с определенными особенностями к чтению в этом чтении. и поэтому читать не могут, то есть были случаи, когда фармацевт выписывал неправильное лекарство, потому что он не мог написать, прочитать правильное слово, то есть вот такие вещи. Детей, заканчивших школу, заваливали экзамены, не могут прочитать слово children, например, и утверждает ребенок на экзамене, что он такого слова не знает, и никогда его не учили. Ему показывают слово children на картинке, на карточке, и он его и узнает. Ребенка спрашивают, как же ты его узнаешь-то на картинке? А я его помню по грязному пятну в правом верхнем углу. Ну то есть, и вот это получается не чтение, а угадывание, да, вот такое вот. И ситуация изменилась, как бы вообще очень начала переворачивать, только в середине 50-х годов в Америке вышла книга, которая вот общественность, педагогическую, родительскую перевернула. Эта книга стала бестселлером и вызвала то, что потом на протяжении нескольких десятилетий называют сейчас Reading Wars, войны по чтению, да, то есть это тема обучения, как, война, тема, как читать на английском праве, продолжала дискуссия долго. Книга называлась Why Johnny Can't Read? И ответ в ней был Because Nobody Showed Him How. То есть он написал, Роберт Флэш, такую книгу, именно критикой, показывая вот на таких примерах, почему дети не могут читать обучение методом целых слов. Но с 50-х годов, заметьте, до 2000-х годов шли вот эти дискуссии. Поэтому совершенно очевидно, что те учителя английского языка, те лингвисты, которые обучались вот там, вот этот период до 2000-го года вообще как бы не обучены методом фоникс, потому что это все в дискуссиях происходило. И вот в 2000-м году беспрецедентный такой ивент произошел в Америке, когда правительство Билла Клинтона финансировало большой такой проект, заставили собрать группу ученых и два года исследовать именно, что наука говорит о том, как лучше читать, обучать, читать на английском языке. То есть не просто, как вот какой учитель считает таким методом ему удобнее, а все-таки с научной точки зрения. Давайте посмотрим назад, посмотрим разные подходы. И именно на статистических больших объемах данных подтвердим и сделаем выводы, как же все-таки лучше, правильнее, эффективнее обучать детей читать на английском языке. И вывод такой был сделан, что пять важных компонентов входят в обучение чтению. То есть программа по обучению чтению должна включать важных пять компонентов. Прежде всего, это развитие панематического слуха. Второе, это instruction on points, то есть обучение именно в корреляции буквам и звуков. Ну и, естественно, работа над fluency, это как бы скоростью чтения. Ну и уже, естественно, вокабуляры по пониманию, если мы не читаем, не учим читать для чего-либо, мы учим читать с пониманием. То есть вот такие выводы были сделаны только в 2000 году. И до сих пор эти реформы всякие происходят. И до сих пор идут еще противники метода целых слов, всегда говорят все-таки, нет, английский язык, ну хорошо, мы научим правилам каким-то, но там столько исключений, что ребенку этого не осилить. Но все-таки английский язык – это язык фонетический, поэтому есть рисованные аргументы, почему все-таки нужно обучать фонетическим методом, подходом phonics. И что очень важно, что phonics обучение – это процесс, это процесс, а сайт-ридинг, вот целыми словами читать – это результат. Мы с вами, будучи флюент-ридерс, будучи беглыми читателями на русском языке и на английском, мы уже с вами не декодируем слова, мы смотрим в текст и видим сразу слово. Мы с вами, потому что, ну это пришло к нам, когда мы уже научились. И об этом очень часто мы забываем, когда начинаем учить читать кого-то, что на русском, что на английском, да, потому что мы уже с вами читаем как методом целых слов, мы уже научились. Но чтобы к этому прийти, это как обучение танцам. Мы учим танцам один шаг, второй шаг, и потом только можем танцевать, да, какую-то секвенс. Точно так же и с чтением. То есть phonics is a process, and sight-reading is a result. То есть это результат, к которому мы придем. И в английском языке, вот в противовес тем, кто говорит, что слишком много исключений, на самом деле 85-87% языка фонетически правильное. То есть подлежит правилам, структуризации по правилам. И только есть 220 высокочастотных слов английского языка, которые не поддаются правилам, и их нужно запомнить как сайт, вот, да, как вот такие вот целые слова. Поэтому самый важный, наверное, из этого вывод, что обучение phonics очень важно, но добавление вот этих часто используемых слов к изучению как sight words, как целого слова, да, оно именно ускорит быстроту чтения. Ну, потому что мы не можем начать читать самую простую книжку, самое простое предложение you are, кто-то там, да, you are a cat, или там you are a mom, потому что слова you and a у нас не поддаются никаким правилам, а это высокочастотные слова. Ну, то есть это вот про это. Ну, и про Англию, да, мы хотели поговорить. Да, я вот читала, что Великобритания полностью перешла на этот подход в образовательных учреждениях, начиная с дошкольного возраста, да, вот хотелось бы узнать, правду пишут в интернете или нет, да, и почему именно так? Почему? Вот в Америке это все еще происходит, там каждый штат свое, вот, и там все до сих пор еще буксуется с образованием, с обучением чтению. А Англия сделала колоссальный прорыв, проведя вот в 2010-2015 году, то есть недавно, ну, вообще недавно, это уже 10 лет, National Reading Reform, вот эта реформа по чтению включила обязательные вещи. Запрещаем в детском, они начинают обучение чтению в детском саду, подготовительная группа, это 5-6 лет детям, да, и первый, второй класс, то есть вот в эти три года, когда мы детей обучаем чтению, не учитесь детьми алфавит, то есть никаких названий букв алфавита, это первое, и это на сайте Министерства образования Англии, кстати, написано, рекомендации родителям, готовя ребенка в школу, не учитесь с ним ABCD. И второе, ввели новый порядок обучения буквам, не алфавитный. Вот, кстати, почему он не алфавитный? Знает кто-то из участников? Давайте спросим, очень интересный вопрос, почему не в алфавитном порядке, уважаемые участники? Если знаете, пишите ответ, если нет, ставьте минус, ничего страшного, мы здесь, чтобы рассказать об этом. Ждем ваших комментариев, я слежу за чатом. Силаблс у нас идет ответ от Светланы, минусы у нас есть. В не алфавитном порядке, почему? Потому что мы хотим ребенку скорее показать, для чего мы его этому учим, ведь сталкиваясь с алфавитом, ребенок первый раз изучает что-то абстрактное, вообще, и поэтому ему всегда трудно, непонятно для чего. Нам нужно показать, что он для чего-то это учит, и что он может сложить из первых пяти букв, если мы учим A, B, C, D. How many words? Немного, да? Но если мы, вот такой порядок был выбран из-за, опять же, частотности букв в самых простых и распространенных словах. Таким образом, ребенок у нас, пройдя уже первые три буквы, может прочитать слово set и так далее. А пройдя первых шесть букв set, pin, уже сразу там слов восемь получается, простых из которых мы начинаем обучать чтению. Ну, собственно говоря, если мы вспомним наш российский старый букварь, да, мама мыла раму, мы не начинали обучение с A, B, V, G, D, да, в букваре, потому что чтение должно сразу показывать ребенку результат, да. И вот если мы посмотрим на английский алфавит, что сделали англичане, посмотрели глазами ребенка на свой английский алфавит, это 26 букв, но 44 звука. И еще и больше 150 правил орфографии. Это вот, то есть это все не интуитивно с точки зрения звуков, да, для ребенка, с точки зрения форм букв, вот что вот нарисовано у меня за колючки тут, вот из разных каких-то шрифтов, да, что вот эти буквы, что буквы еще и, обратите внимание, вот A может быть или A, да, писаться таким шрифтом или таким, так же, как и G. Это очень много информации абстрактной, то есть это очень-очень тяжело маленькому ребенку понять, у которого еще визуальные, как бы пространственные связи развиваются только. И последующая проблема – это имена, названия букв алфавита английских, они совершенно не имеют ничего практически общего с их звуками, которые получаются в словах, то есть они абстрактные и еще и не дают. Вот что такое H? Вот от того, что ребенок выучил, что буква называется H или что она называется W. Навыку чтения это не помогло никак, да, а еще и некоторые вообще звучат как слова, да, U, R, Y, это для английских детей путаница, это смысловые слова. Ну, то есть вот эта вся проблема с алфавитом, она очень маленькому ребенку тяжела. И тут мы еще на это, если мы учим алфавит, добавляем транскрипцию. Вот тебе 7 лет или 8 даже, или даже 9, выучи-ка ты у нас быстренько алфавит за пару уроков, и еще и вот транскрипцию к ним, да еще и 44 звука. То есть это нереальная нагрузка на маленького человека. И вот поэтому вот когда вот такие вот учебники и вот это обучение алфавиту вот с такими примерами, оно сразу со старта закладывает большую такую вот конфьюжен, такую кашу в голове у ребенка, да, потому что ее невозможно сразу осилить, то есть столько информации. Вот буква И у нас, вот так она пишется большая-маленькая, вот такой у нее транскрипция звук, а вообще слово на нее начинается Эг. Вот где связь И и Эг, да, ну и так далее. То есть это вот все очень-очень тяжело. И когда вот это в Англии изменили, та картинка, кстати, была из одного из наших ФГО с учебниками, к сожалению. Вот такие результаты, вы знаете, что деток, ну во всех странах есть стандарты, да, в государственных школах мы обучили деток год и тестируем, да, что они прошли у нас, ну, согласно какому-то стандарту знания достигли. Вот первоклассник тестирует, и у нас тестирует, да, всякие ВПРы проводят, там контрольные. Вот тест на чтение, да, то есть дети научились читать по программе, вот что они должны за первый класс осилить. Так вот до 2011 года уровень вот этих тестов по всей стране в Англии был на уровне 58%. То есть чуть больше половины детей во всей Англии осиливали вообще тот уровень, который вообще ожидался программой на протяжении многих лет. И только когда они изменили вот этот подход и стали учить только звуки, и никакого названия букв алфавита, когда дети не выучат 26 звуков алфавита, как, ну, самых типичных, и не начнут складывать короткие базовые слова... Ой, у меня пропал виртуальный фон почему-то. Не знаю почему. Мэджик. Мэджик, да. Вот я, кстати, хотела бы прокомментировать, что проблема обозначенная. Мы вот видели сейчас недумевающего ребенка, мы добавляем, что он в этот период еще и пошел в школу, он учит и русский язык, и у него английский присоединяется со всеми вот этими нюансами. Разность, да, те звуки, которых нет в его родном языке, он с ними впервые сталкивается. Но вот я из своей собственной практики замечаю, что ровно те же самые проблемы испытывают даже взрослые, осознанные люди, которые приходят изучать английский язык, и не всегда они приходят с абсолютного нуля, то есть даже на базе там школьных знаний, знаний из университета. То есть вот действительно полный конфьюжен и вот пропасть, да, между, вроде есть такая наука, как алфавит английский, вроде, да, я его приложил максимум усилий, я его выучил, но как, куда мне это к практике применить, и вообще зачем он мне, вот такая огромная пропасть. Я понимаю, что она, конечно же, берет начало у тех, кто продолжает изучение английского языка, вот еще в период дошкольного или там младшего школьного возраста. Совершенно точно. Это еще идет, вот сейчас поговорим еще и к узнаванию форм букв с детского возраста. Так вот в Англии видите результат, и так, то есть 90% детей теперь могут после окончания первого класса на нужном уровне как бы читать. Это же просто колоссальный прорыв просто, это фантастика из-за простого такого изменения подхода к собственному алфавиту. Ну вот можно на сайте Министерства образования Англии посмотреть это, кстати, там много интересных вещей на эту тему. Итак, вот каким все-таки пяти навыкам нужно овладеть, чтобы научиться читать? Мы уже установили, что это не просто выучить алфавит, то есть просто выучить алфавит с английским языком не работает. Нам нужно, чтобы у нас ребенок освоил пять навыков для того, чтобы зачитать на английском, ну и писать, соответственно, потом. Это первое. Нужно, чтобы он различал 44 звука, это называется phonemic awareness, да, фонематический слух, мы ему должны развить на эти 44 звука, и научить узнавать формы букв, писать, formation, да, как буквы пишутся, и узнавать. Вот скажите, пожалуйста, сколько форм букв ребенок должен запомнить? В английском языке 26 букв. Уважаемые участники, присоединяйтесь. Сколько форм букв, если букв 26, сколько форм маленький ребенок должен запомнить? То есть визуально различать? 52 примерно. 50, правильно, примерно 52. Потому что в английском языке 80, наверное, процентов букв заглавных, capital letters, да, они имеют совершенно другую форму, только на A, посмотрите, да. У нас в английском, в русском языке, слава богу, только вот с A такая история, ну, с D может быть, ну, и когда письменный и печатный шрифт, да, это отдельная история. А в английском языке настолько разные формы букв capital letters, это должно занять какое-то время, то есть нельзя вот так, знаешь, запомни эту и вот эту. Дальше навык blending, слияние в слоги, да, и в слова, буквы. Потом навык сегментирования, это когда ребенок должен услышать, из скольких звуков слово состоит. И с английским языком обязательно вот это вот дополнение tricky words, потому что нам нужно high-frequency words, а их вот на первом году обучения 100 штук нужно запомнить, да, и вот англичане так берут 100 high-frequency words и в течение первого класса на карточках, в играх осваивают, потому что без них невозможно, ну, зачитать смысловые какие-то тексты, истории. Итак, вот что такое, значит, обучение с Phonics и какими 5 skills нужно навыкам научить, чтобы с этими Phonics зачитать. Вопрос как? Вопрос как? Multisensory. Why multisensory? Почему multisensory, мы говорим, работает с маленькими детьми? Потому что у нас есть такое явление, как трудности в обучении. Ничего общего не имеет с умственной отсталостью, там, да, или какими-то, ну, или какими-то, оно имеет, конечно, да, но это вне этого. Есть такое понятие, как learning difficulties and disabilities, то есть трудности в обучении. Они встречались всегда и сейчас встречаются, да, и по разным данным, классификациям в разных странах говорят, что от 10 до 30 процентов в классе детей может иметь какую-то из трудностей в обучении. Они обоснованы особенностью развития просто. То есть какая-то функция нейропсихологическая развивается позже, быстрее, да, то есть и ребенок не успевает, то есть и есть такие проблемы. И особенно они на чтении очень выражаются ярко, и такое явление, как дислексия, да, дислексия, 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 мы по-русски так и так говорим этот термин, это проблемы с освоением навыка чтения, они доказаны уже, встречаются у одного из 10 человек в мире. То есть всегда, когда шансы очень большие, что у ребенка может быть какой-то, на каком-то этапе развития какая-то трудность в обучении, в освоении. Трудность в обучении – это трудность в освоении школьных навыков. Какие у нас школьные навыки основные? Чтение, письмо и счет, да, то есть вот в этих навыках. И поэтому… Акад, давайте спросим, есть ли у наших, у нас здесь много очень учителей сегодня присутствует, есть ли в их классах, группах, вот такие детки, да, чтобы посмотреть данные нашей статистики, вот я имею в виду данные статистики присутствия сегодня на вебинаре. Уважаемые участники, ставьте плюсики, если да, вы действительно наблюдаете детей с подобными трудностями, встречались на ваших группах занятий, может быть, как часто вы обращаете на это внимание. Полетели плюсики, да, подтверждение, в общем-то, того, о чем мы говорим. Поэтому обращаемся к нейропсихологии. Нейропсихологи – это коррекционные педагоги, да, логопеды, занимаются коррекцией обычно чем? Коррекцией проблем в обучении чтения письма с детьми, начиная с дошкольного возраста, да, и младший школьный возраст. Как они обучают? Это доказано уже там годами, да. Это мультисенсорным подходом, то есть teach the way they learn, как дети учатся, опираясь на сильные стороны ребенка, да, и развивая за счет сильных сторон слабые. То есть это проверено нейропсихологами, то есть основано на вот именно коррекционных методах. Поэтому мультисенсорный подход к обучению чтению и письму работает не только со всеми детьми, само собой, да, но и с детьми, которые испытывают трудности в обучении. Мы порой о них можем не знать. Учитель в классе может не знать, потому что и родители могут не догадываться до того момента, как ребенок придет в школу, что у него такие трудности будут. Поэтому разумно, логично составить такую программу и такой процесс обучения, что все дети смогут вовлечься и все смогут успеть. Вот подхожу тогда к Летерленд. Эта методика была создана английским психологом, как раз да, логопедом, который и занимался в 60-х годах с детками, как вот коррекционный педагог, детки, которые за все годы, 3-4 года начальной школы не могут научиться читать. При этом умственно развитые дети, интеллектуально, как говорят врачи, умственно сохранные, то есть совершенно нормальные умственно дети, но не могут освоить навык чтения. Вот не могут и все. Все правила знают, алфавит выучили. То есть та проблема. И вот с точки зрения нейропсихологии и работы с этими детьми, Лин разработала метод, который как раз основан вот на таких приемах мультисенсорных, чтобы детям было учиться. И самый главный вывод в этом всем, да, вот мне нравится ее цитата, «Children learn best when they are enjoying themselves». То есть дети маленькие учатся только с удовольствием. Они воспринимают только то, что им интересно. По-другому это не работает. Можно даже, ну, как бы не тратить время на это обсуждение. То есть это факт вообще. И все мамы, наверное, это точно хорошо знают, да? Мы всегда делаем на этом акцент, да, что главный мотиватор для ребенка – это его интерес. Это те эмоции положительные, которые он испытывает в рамках этой деятельности. Вот если они есть, то все будет хорошо. И результат будет, и время на это будет уходить гораздо меньше на достижение результата. То есть интерес в основе, мы всегда делаем на этом акцент. И вот именно на основе этого интересно, что детям больше всего интересно. Дети очень себя чувствуют комфортно в выдуманном мире, да, in the make-believe world. То есть детям комфортно в сказке, в каком-то вот волшебном мире. Поэтому вместо 26 букв с названиями ABC «Черных закорючек», мы знакомим их с 26 жителями волшебной страны Леттерленд. Страна Леттерленд, в которой буквы живут английские. И это позволяет нам познакомить их легко очень. Потому что каждый житель этой страны имеет свое имя. Any apple – she says a. Bouncy band – he says b. Clever cat – she says k. То есть они персонифицированные, да, то есть они живые. Мы говорим о буквах, что это he или she. И сразу заметьте, имя его состоит из двух слов, да, которые начинаются на его типичный звук. То есть это помогает запомнить вот его звук. А пиктограмма, картинка похожая, которая прячется за буквой, она помогает запомнить его форму буквы. Вот, например, Sammy snake у нас такой. То есть за черной буквой у нас спрятался змей по имени Sammy. И все, что он любит, начинается со звука с. Он любит сидеть under the sun, on the seashore, on the sand, да. То есть вот такие вот картинки связывают его с его миром, который все с его звуком связан. Дальше у нас вместо вот этой страшной закорючки с h, которую надо выучить и забыть потом, чтобы как-то ее прочитать в словах, мы знакомимся с волшебным человечком по имени Harry. Но он не просто Harry, он Harry Hetman, шляпник. Он носит такую Harry Het, лохматую шляпу. Почему он ходит босиком, спрашивают дети. Тут сразу же у нас интерес, да. Потому что he hates noise, он ненавидит шум. Буква H, буква H. Вот только так тихо произносится в английском языке, или мы вообще ее не слышим, да. То есть, опять же, он представляется вот так. В общем, вот так представляется, каждая буква. И ребенок очень быстро может запомнить таким образом алфавит и вместо букв запомнит полезные слова. Видите, Harry Hetman, здесь и имя есть английское, да. И het – полезное слово, и men – полезное слово. То есть, таким образом, ну, к чтению мы готовим ребенка уже и с вокабуляром. То есть, таким образом, вот такие мультисенсорные пиктограммы помогают запомнить начальный звук, типичный для этой буквы, повторяя его, да, два раза вот в каждом имени. Clever hat, bouncy band, semi-snake. То есть, пневматический слух сразу нам настраивают. И визуально похожий герой на форму буквы, что очень важно запомнить, саму поможет форму буквы. Для обучения это очень хорошо работает вот при обучении русскому языку. Мы тут же можем обратить внимание, какие у нас русские буквы похожи на них, да. И там прячутся совсем, наверное, другие какие-то герои. То есть, ребенку тяжело, дети русскоязычные, начиная читать, будут путать определенные звуки. И когда они задумываются, мы говорим, здесь у нас это английская буква, да, вспомни. Это другой, там спрятался другой человечек. Потому что у нас вон сколько букв похожих оказывается. Таким образом, вот так показывая, чередуя пиктограмму с простой черной буквой, мы научим детей запомнить вот эти звуки, имена и формы. И таким образом, вот во всей этой волшебной стране выстроена прогрессия, да, связь между буквами и формами, что есть еще и объяснение изменениям, которые происходят с этими буквами в английском языке. Поэтому у нас 150 правил, да, орфографии. Потому что когда они встречаются в словах, как раз с ними и происходит что-то непонятное. Форма, закрепляя, значит, звук у нас и имя героя, вот эта пиктограмма форму и звук, и объясняет изменение в форме. А изменение у нас происходит, как вы правильно сказали, почти каждый раз, когда мы знакомимся с буквой, когда она становится заглавной. Вот то есть как объяснить, что вот она, это та же самая буква H. Никакой логики в этом нет, да, объяснений никого нет. А у нас тут есть история на детском языке. Ребенку очень важно знать why, почему. И это сразу такая мнемоническая, мнемонический такой якорь ассоциативный, который запоминается. Почему Хэрри Хэтмен вот таким становится? Да потому что когда ему нужно начать чье-то имя или предложение, для этого же нам нужны большие буквы. He is so happy, so he makes a handstand. Он так счастлив, что делает стойку на руках. On the hands, да, handstand. И вот такое объяснение. А когда же он встречается с другими буквами, вот, например, он встретится с Сэмми Снэйк. Что же произойдет, когда он встретится с Сэмми Снэйк? Есть логика? Мы уже знаем о том, что Хэрри Хэтмен у нас ненавидит шум. Он ходит босиком даже от того, что топот этих каблуков его раздражает. Поэтому он ненавидит шум. То есть когда они встретятся с другим героем, что-то изменится в его звуке. Вот, например, произойдет вот такая история. То есть когда они встретятся в словах, Он поворачивается к нему и говорит, шикает на него. И так каждый раз, когда с какими-то другими буквами он встретится, у нас есть логичное объяснение, почему так происходит. Потому что это основано на характеристике этого героя, на его истории. И, конечно же, вот такие истории вызывают эмоции, положительное вовлечение. Дети хотят их нарисовать, дети хотят их изображать. Роллплей у нас становится естественным продолжением всей этой игры в английский язык. А на самом деле дети приобретают очень важные знания фонетических правил, которые по-другому очень тяжело ложатся. Таким образом, из этих всех элементов выстроился мультисенсорный структурный подход к обучению английскому языку, грамотности на нем. Он состоит из именно прохождения 44 звуков, объяснения форм букв, навыку blending, segmenting и обучению tricky words. Из этого состоит весь курс Letterland, который был основан на работе именно с детьми с трудностями обучения. Сейчас это одна из мейнстрим-программ в английских школах. Говоря нашими термины, ФГО-сами британскими, она утверждена. Есть еще ряд программ похожих, какие-то неавторские. Именно что мультисенсорный структурированный подход, он работает со всеми детьми, поэтому такие результаты хорошие получаются. Но это было все для нативных детей придумано. Для обучения иностранному есть структурированный именно курс, который именно обучает и языку, и обучению чтению именно по такой последовательности. На что я хочу сейчас обратить внимание? На последовательность, которая присутствует в английских программах обучения чтению. Последовательность именно знакомства с этими правилами. Одно дело мы сказали, что порядок знакомства с буквами, не ABC, а вот setpin вот такой. А что дальше? Вот познакомили мы со звуками вот в таком порядке. Они дальше идет, это значит курс у Letterland. Есть такой по обучению, он вот от oral language, стартер для самых маленьких. И дальше вот второй, третий уровень, где мы все такие правила проходим. В английском языке установлена вот как бы вот эта отработанная sequence, последовательность. Сначала знакомим с 26 буквами и самым типичным звуком. То есть не грузим ребенка сразу о том, что си у нас бывает и си, и к, да, и еще и ч в сочетаниях. Нет, это clever cat, это к. Это у нас звук к. Вот так, 26 букв. После этого закрепляем маленькие буквы и заглавные буквы. Дальше обучаем коротким гласным, только коротким. В английском языке целая тема, отдельная гласная. Это можно отдельные семинары поэтому проводить, это прям отдельная тема. Ну вот short vowels. И blending, именно научить сливать эти звуки в короткие слова. Так называемые CVC, consonant, vowel, consonant. Согласный, гласный, согласный, да. Вот слово cat, такое слово. Cat, met, вот такого типа слова. И дальше уже проходим деграфы. Вот эти сочетания, как сейчас я показала, Sammy Snake and Harry Hattman, say shit, да. Дальше отдельно уже тема гласных и другие комбинации всех правил. И это все в Англии, обратите внимание, деток обучают 3 года этому. Ну то есть это не за первую четверть пришли, выучили и побежали читать книги. Это последовательное обучение в течение 2-3 лет. И поэтому мы видим, что и вот в нашей программе Letterland, для иностранного языка именно адаптированной, вот эта sequence, последовательность с уровня 1, 2, 3, она соблюдена. То есть именно в этом порядке вводятся правила. Смотрим на другие учебники Oxford University Press, да, курса Family and Friends. В нем то же самое. Именно эта же последовательность введена. И видите, на сколько уровней она разбита. То есть никто не учит читать по-английски за один присес. То есть это все подлежит постепенному введению. Именно в такой последовательности. Еще один курс от Oxford, Oxford Phonics, да, тоже та же самая последовательность. Я еще к нему, к этому курсу потом добавлю, да, про него, про ридеры из этого курса. Потому что это именно, именно вот в этих последовательностях работа, эта система работает. То есть по-другому не работает. И таким образом, вот еще про мультисенсорный подход, что вот эти вот все пять навыков, да, нам нужно слышать, видеть эти буквы, уметь их сливать в слова, разделять из слова. И tricky words, side words, вот эти запомнить исключения. Именно когда мы задействуем все наши органы чувств ребенка, тогда это работает вообще эффективно со всеми детьми. И это очень все легко еще и в игру превратить. То есть вот таким образом работает Letterland. То есть вот эти пять навыков через мультисенсорные приемы. Ну, я покажу вот эти мультисенсорные приемы. Первый, самый такой, на чем вообще история основана – аллитерация. Когда говоришь, думаешь, а при чем здесь аллитерация и маленькие дети? Знаете, что феномен аллитерации – это когда слова начинаются в предложении, фразе, в тексте на один и тот же звук, да, на одну и ту же паттерн какую-то. Маленькие дети – даже такие малюсики, как трехлетки. Естественно, они слова аллитерации не знают, и мы им этого не объясняем. Но этот феномен, они еще полувербальные дети, они схватывают этот феномен. То есть когда ты им рассказываешь истории. Вот у нас есть не буква B, это сложная, да, у нас буква вообще с точки зрения ее формы запомнить, в какую сторону. Это у нас bouncy band. И когда мы на такой вот картинке создаем мир вокруг него, bouncy band у нас, у него много brothers. Мы же знаем, что у кроликов много детей. Значит, brothers у него много. То есть он любит играть с какой игрушкой? With a ball. А какой у него любимый цвет? Blue and brown. А еще он на чем любит путешествовать? On a balloon. On a boat. He likes to go under the bridge in his boat. То есть вот это все завязываем в такую вот игру вокруг звука, что герой любит и дома, очень с детьми, очень легко в этот мир погрузиться. А как ты думаешь, что bouncy band захочет на обед? Bagel или сэндвич? Это как раз пример домашнего такого разговора с детьми. То есть alliteration, вот этот феномен alliteracy, служит на самом деле, мало того, что развивает фономатический слух, он нам, вокабуляр, как магнитом притягивается к голове ребенка. То есть это вот очень такой вот сенсорный важный прием. Ну, в общем, для учителей можно потом развивать эту тему вокруг бесконечно. В сравнении с вопросом, да? Какие слова на букву Би ты знаешь, да? Да. Которые ставят в стопор и ребенка, и даже в боли уже таком осознанно. Да, и вот точно именно так, да, когда мы просто давайте выучим сегодня букву Би и пять слов на нее, и завтра их вспомним. А если мы познакомились вот с такой картинкой, где вообще такой мир волшебный, да, мы уже можем поговорить о том, дети сами задумаются уже, когда чем больше будут знать, на каком же транспорте любит ездить Клэва Кэт, это интересно, или в какую страну хочет поехать. Ну, то есть вот эта тема для уже развития вообще английского языка, для речи, да, не только для чтения. Потом из аудиторных стратегий, конечно, да, вот это песенки, песенки и чанты. На каждый звук, песенка, чант, да, еще и вот очень простые, вот такие. То есть очень-очень простые, но запоминают, да, потом... Не могу не вернуться, уже хочу сказать несколько слайдов, вот обратите внимание участников, мы очень тоже довольно часто на вебинарах упоминаем и total physical response, да, этот полного физического реагирования, да, где принцип, если ребенок не сделал что-то сам, ну, он не запомнил это. И вот тоже замечаем, что у детей в дошкольном возрасте, в младшем школьном возрасте, вот у них есть, ну, сейчас все мамы абсолютно поймут, про что я говорю. Страсть и желание наряжаться, переодеваться, перевоплощаться. Это вот как раз продолжение того, что они живут вот в мире своих идей, желаний, да, мечт, может быть, каких-то красивых историй придуманных. И вот дети любят действительно переодеваться, и вот мальчик, с одной стороны, есть и physical response, да, мы работаем руками и работаем с формами букв, а с другой стороны, и вот это желание наряжаться, да, шляпа. Это некая девочка была, да, на предыдущих картинках, да, то есть вот это, безусловно, ну, самые вот такие вещи, на которые ребенок отреагирует, реагирует, ну, просто с удовольствием, интересом и с желанием быть вовлеченным в этот процесс. Да, и при том, это мы называем props, да, помощники наши такие сценарные, они нам не, они не требуют большого какого-то каких-то затрат, да, сделать шапку, кота, уши или какие-то вот такие вещи, это очень все просто, да, и вот это вот, оно добавляет, конечно, совершенно, ну, других эмоций для деток, там нужно супер какие-то костюмы, но именно, да, мама, конечно, может пофантазировать из подручных материалов, придумать всякие такие штучки, но вот в Летерленд у нас даже есть идеи, список, да, на каждого такого героя, что можно придумать из подручных средств, чтобы быстро его изобразить. Но еще есть и поддержка киноэстетической стратегии, то есть каждый звук запоминаем с каким-то движением, потому что некоторые дети лучше запомнят через движение, именно поэтому каждый звук у нас говорит, что у меня есть такой трик, который фокус, я тебе помогу запомнить мое движение. Клева Кэт, she says, усы показывают, да, Хэрри Хэтмен, he says, у него вот такое движение, баунси Бен, зайчик, вверх руки поднимет, ну и так далее, да, то есть такие, и потом это очень хорошая, как бы связи нейронные, да, потом угадайте, кого я тебе показываю, кто это такой, ну-ка угадайте, кого я вам показываю, кто это такой, угадайте, кого я вам показываю, да, и вот дети очень любят это, и потом, мама, угадай мне, кто это, да, а ну-ка быстрее разных, и вы увидите, как они 26 героев вам могут изобразить, и это все в голове прорабатывается, имя, звук, да, слова полезные. Ну вот, вот такой чант. Вот, следующая стратегия визуальная, да, нам нужно формы букв правильно запомнить, как пишутся, как их узнавать. Эта стратегия, значит, в Латерленд придумана reading direction, направление чтения, в какую сторону двигаются все у нас буквы, да, у нас буквы двигаются слева направо все, да, в эту сторону, то есть, соответственно, и мы даже, ну, и когда их рисуем, когда их пишем, движение все прорабатываем, что в ту сторону, в направлении чтения, и с аллитерацией связано. Ну и так далее, да, то есть у каждого есть, но есть три буквы, которые, эх, высветился подсказка по-русски, хотела спросить, но я сейчас спрошу, три буквы есть, которые не подчиняются тому правилу, они смотрят не в ту сторону, куда смотрят все остальные буквы. Логики же нет, здесь мы придумали логики. У нас есть логика зебра, она очень такая боязливая, она в конце алфавита же стоит у нас, она оглядывается, не бежит ли там за ней кто-нибудь, да, соответственно, не в ту сторону. Есть у нас golden girl, ее буква качеля, garden swim, садовая качеля, если она качается вот в эту сторону, в другую сторону сядет, ее затошнит, она ее укачает, she will get giddy, поэтому вот только в ту сторону качается на качеле. Ну и финально у нас есть quarrelsome queen, такая вредная, ссорящаяся со всеми королева. Естественно, ну, когда мы про ее характер узнаем, нам понятно, что она назло всем смотрит в другую сторону. Это мнемоника все, да, которая поможет вот эти факты запомнить. В русском языке мнемонический прием, знаете, такой, у нас какие буквы? У нас буквы Э, Ч, З, Я и У смотрят не в ту сторону, в которую остальные русские буквы. Вот нейропсихолог наш известный, Татьяна Васильевна Акутина, я у нее на курсе была, она нас спросила, кто-нибудь знает, говорит, из современных учеников, по-русски-то такой прием. Эдик черепаху звал, яблоками угощал. Это вот как, ну, мнемонические предложения, да, чтобы запомнить, в какую сторону, что эти буквы запомни, пишутся не в ту сторону. Это вот про это. И, соответственно, всякие вот такие приемы, чтобы запомнить, помочь детям сразу предупредить ошибки, реверсал, да, потому что многие дети будут писать буквы не в ту сторону, потому что это слишком много информации. Для этого кинестетический прием, эртрейсинг. Сначала, прежде чем дать карандаш, сесть писать, давайте про воздухе наведем, рукой, большое движение, то есть как буква пишется. Для этого есть компьютерные программы, которые показывают, как писать, да, ну, и мама может показать, естественно, без всякого компьютера, как пишется буква. Есть в помощь сейчас и мобильное приложение, еще и финготрейсинг, да, проведем пальцем на столе, на пластилине, на манной каше. Это очень-очень полезные, нужные, как бы, детям. Крупы можно подключать, да, крупы, рис, горох, да, еще и для мелкой моторики, это очень полезно тоже, вот нейропсихологи рекомендуют, мы регулярно говорим, то есть можно прям рисовать буквально из подручных средств. Я думаю, что небольшая миска риса найдется в любой семье, дома, можно это прямо сделать вот в качестве такой интересной игры. Ну, и про Capital Address я уже сказала, да, что у нас очень много Capital Address, в которых нету логики, что она другая, то есть тоже это здесь объясняем с точки зрения смешной какой-то простой истории. Вот, и очень такой прием полезный, даже если вы там не с Letterland работаете с карточками, строить слова живьем, то есть слова мы и по русскому языку строим, да, из двух. Одно дело, можно строить слова из карточек, а можно построить слова живьем, то есть, ну, когда дома у нас в классе легко, мы вызываем деток, говорим, вот, ты Хэри Хэтман, ты Энни Эппл, Talking Test, какое слово вы вместе можете построить, или там, ну, по-другому, давайте посмотрим слово hat, кто встанет первый, кто второй, кто третий, и учитель с хэт, вот, а спеллинг наоборот, да, когда дети, когда, ой, сейчас, секундочку, здесь не сохранилось видео, да, это? Да, видимо, да. Ну, а это наоборот, здесь дети, ребенку задаем построить, теперь spell the word, да, spell the word, hot, дети, построите слово hot, кто за кем, да, и прочитайте, это очень важное упражнение для деток, у кого какие-то проблемы есть, да, это прямо, ну, вот, Total Physical Response здесь очень хорошо работает. У меня была еще фотография, когда дома занимаемся, у нас не хватает людей, чтобы слова составить, мы используем игрушки, ребенок и две игрушки посадим, им по карточке поставим, да, то есть это вот, мы когда на онлайн teaching перешли, да, и многие сейчас онлайн занимаются, то есть дома мама, ребенок и кукла, будем составлять звуки вот так. И следующий момент еще вот про вот эти вот так называемые tricky words, да, tricky, хитренькие слова, то есть любое слово, которое ребенок не может прочитать, это tricky word, да, хитренькое такое слово. И в английском языке есть вот эти сто слов, которые, когда мы начинаем ребенка чтению обучать фонетически, мы добавляем это в обучение cycle words, вот эти слова. Видите, вот список перед вами ста самых распространенных слов, которые нужно вот в первый год обучения чтению ребенок что посвоил. Желтеньким покрашены, синеньким покрашены те слова, которые поддаются фонетическим правилам, которые можно прочитать, когда уже все буквы будешь знать, а желтеньким вообще никак, да, не поддаются, или там каким-то таким сложным правилам. То есть с этими словами нужно играть. Это memory game может быть разное, да, то есть какие-то слова с карточками с этими, то есть иначе их не выучишь. То есть писать тоже, их рисовать, то есть вот эти с этими словами. И дальше, и вот мы подходим к чтению. Мы вот эти навыки все учим-учим, и где их ребенок может применять. Мы не даем ребенку читать оригинал книжку, оригинальную английскую, да, чтобы он там сел и читал, он не сможет. Не сможет и англоязычный ребенок, поэтому не расстраивайтесь. То есть и англоязычному ребенку книжку, настоящую сказку, там мама читает слух, а ребенок учится читать с помощью фонетических ридеров. Это серии книг, которые построены только из слов, которые ребенок может прочитать. Поэтому мы идем не в алфавитном порядке, да, вот мы уже прошли сет, пин, шесть букв, и мы можем прочитать про них историю. Вот в Леттер Ленд есть такие фоник ридерс, да, которые вот построены после... То есть первый ридер уже после прохождения пяти букв ребенок может прочитать. Это картинка, по которой можно догадаться больше части истории, но уже простые слова, предложения, то есть и у ребенка такое чувство достижения. Он прочитал рассказ сам, да, хотя там на странице три слова. Is it a cat? Yes, it's a cat, там, да, ну и какая-то вот сюжетная линия. И что хорошо, что вот такие фонетические ридеры можно... Ну, хорошо же книг, что должно быть достаточно. Дети должны держать в руках хорошую книжку яркую. И вот такие фонетические ридеры из других издательств, которые следуют вот такому фонетическому методу и именно этому принципу аккумулятивности, да. Сначала в первой книжке будет только слова, которые мы прошли вот из шести звуков, в следующей книжке еще из двух звуков, да, добавляются. И ребенок так постепенно набирает вообще и скорость чтения. И это вот... Я, например, комбинирую и Oxford University Press, и еще какие-то, да, вот кто именно по такой последовательности идет. Ну вот эти Oxford Phonics мои любимые в дополнение к Леттерленд, потому что это, ну, как бы другая сюжетная линия, но слова те же. То есть ребенок видит этот вокабуляр, и через ридеры мы, конечно же, еще и языку обучаем, потому что мы, ну, есть о чем поговорить, и как в предложениях слова используют. То есть фонетические ридеры – это вот, конечно, наше очень большое подспорье и самый такой очень важный, как бы кульминационный материал, с которым мы вообще занимаемся. Ну и, конечно, когда мы занимаемся мультисенсорно, для намашних заданий – это вот всякие тактильные вещи, это поделки, потому что вот, Елена уже сказала, мы можем, да, с этими героями обращаться как живыми существами, поэтому можно их лепить из пластилина, клеить там, да, и вот эти всякие ролевая игра. Учителя Леттерленд очень активно это на уроках используют, и дома родители вовлекаются. Когда мы на онлайн перешли обучение, там многие весной вот прошлое, да, заканчивали учебный год онлайн, дети дома, родители нарядили детей во всякие такие костюмы, потому что хотелось превратиться в этих героев и почувствовать себя вот на Леттерленд-празднике. Вот. Ну, пожалуй, вот, наверное, у меня все. Готова ответить на вопросы. Да. Уважаемые участники, задавайте, пожалуйста, вопросы Оксане, пишите их в чат, там у нас сейчас, Оксана, остановите, да? Я остановлю демонстрацию, дай вам передам, спасибо. А я с удовольствием включу свою демонстрацию. Пишите, не стесняйтесь, вопросы сейчас в чат, мы ответим обязательно на них, у нас еще есть для вас небольшой подарок сегодня, поэтому дождитесь, я обязательно о нем скажу. Ну вот, Оксана, я и в преддвериях нашего общения до вебинара сегодня, да, и сегодня уже и участникам нашим напоминала о том, что вот такие тематические встречи мы проводим каждую пятницу в рамках онлайн-клуба Minimi English «Английский с мамой». И вот хотела бы обратить внимание наших участников на то, что у нас также традиционным гостем еще является детский нейропсихолог. И вот, Оксана, вы сегодня очень много делали ссылок на нейропсихологов, на специалистов, которые рекомендуют какие-то нейропсихологические вещи по обучению детей младшего школьного возраста и дошкольников, включая параллельно презентацию. Вот, поэтому участников нашего сегодня вебинара приглашаю присоединяться к нам на постоянной основе. По пятницам мы приглашаем специалистов, да, для того, чтобы помочь, обучать, воспитывать и развивать. Ведь то, что сейчас, Оксана, вы продемонстрировали и показали, и рассказали подробно об этом подходе, ведь это не только и не столько прочтение, да, у нас ведь идет полностью язык, да, мы же не говорим исключить, мы же не исключаем остальные навыки, да, мы говорим именно об комплексном изучении английского языка, да, и вот чтобы не было такого ложного понимания, что это только какой-то элемент. Истории проговариваются, правильно же, я понимаю, и подключаются, как раз-таки задействуется вот непосредственно английский язык. Ну и дополнительная вовлеченность детей, да, тоже этому способствует, результатом, я имею в виду, да, вот в чтении. И я бы вот сейчас именно как слушатель, да, тоже хотела бы обратить внимание, что вот эти советы, рекомендации, может быть, какие-то лайфхаки, сейчас тоже модные очень это слово, вот, они же ведь, ну, а, они подходят не только к обучению чтения по английскому языку, но и к родному, да, ведь многие родители испытывают трудности вот именно на этом этапе, на этапе подготовки к школе, это раз. А во-вторых, они вот, успешно, мне кажется, их можно применять и организовать как в образовательной организации в школе на занятиях, в дополнительном образовании однозначно. Ну и дома родитель может либо подхватить этот процесс, уже начатый преподавателем, да, и продолжать его. Или же, ну, самостоятельно, почему нет, да, как бы это, ну, не так сложно, но очень, мне кажется, интересно и увлекательно даже, наверное, да, вот такие истории придумывать, которые могут способствовать обучению чтения. Ну и еще раз делаю акцент на то, что вот обращаю внимание, что задействованы еще и другие подходы, это и Total Physical Response, о котором мы очень много уже говорим, говорили и будем продолжать говорить, да, как очень важна именно физическая двигательная активность в принципе в развитии ребенка, да, но и в рамках обучающих программ в том числе. Вот с Еленой Некрасовой мы эту тему тоже активно поднимали и давали советы и приемы с детским нейропсихологом, который работает с нами в этой программе. Конечно же, предметно-языковое интегрированное обучение, Клил, который тоже сейчас у всех на слуху, да, почему нет, да, вот целая эта история, это, ну, по сути дела, это тоже какой-то мини-проект, да, вот тот же мальчик со шляпой мне прям в душу запал, да, с песенкой. Ну и, конечно же, да, мультисенсорный подход, Phonics, сейчас мы о нем очень подробно рассказали, я надеюсь, что те, кто еще не использует его, в общем-то, влюбились с первого взгляда. Ну, я напоминаю, что все эти подходы, о которых говорила Оксана и о которых сказала сейчас я, мы применяем в онлайн-программе по обучению дошкольников, детей от 4 до 8 лет, минимум, English, английский с мамой. Почему с мамой? Ну, любая мама, бабушки, дедушки, братья, дедушки могут организовать дома самостоятельно обучение английскому языку своих замечательных деток. Ну, а во-вторых, это виртуальный класс, где есть обучающие замечательные видео, которые, при помощи которых обучают наших учеников замечательные учителя Коко и Райтер, их прекрасная мама, руководитель, автор, основатель, наш идейный вдохновитель Катя Самову. Да, вы сейчас их видите на экранах, и я вас приглашаю всех с ними познакомиться. Будет ссылочка у нас в чат, вы сможете посмотреть, как это происходит. Таким образом, дети обучаются с использованием всех современных. Как мы заметили, они существуют уже очень давно, эти методы, просто вот сейчас активно врываются в обучение по английскому языку. Также особенности развития детей дошкольного возраста, их стремление узнавать, познавать окружающий мир, их интерес, как работает их память обязательно, что у нас и ассоциации должны подключаться. Мультисенсорный однозначно должен быть подход. Ну и основной вид познавательной деятельности у детей, конечно же, игра. То есть игровая методика тоже здесь применяется. Для родителей, для учителей, для воспитателей, для педагогов в рамках онлайн-клуба есть пошаговая программа обучения с методической поддержкой, как, например, сегодня мы с вами встретились в рамках тематических вебинаров, а также консультаций и занятий с нашими авторами и методистами. Также есть пошаговый сценарий занятий для наших родителей, которые могут осуществлять эти занятия дома со своими детьми 15-20 минут в день. Инструкции даны на русском языке, поэтому родитель практически с любым уровнем владения английским языком сможет помочь своему ребенку в изучении этого предмета. Регулярно проводим онлайн-встречи, онлайн-консультации. Четыре недели у нас активных занятий детьми, ребенок плюс взрослые занимаются, пятая неделя проектная, где вот как раз-таки мы тоже активно применяем вышеупомянутые подходы. Ну и, конечно же, другие очень важные вещи затрагиваем, такие как и критическое мышление, и креативность. Безусловно, это очень важно развивать в детях, начиная с самых первых вот таких ступеней обучения. Ну и шестая неделя предусмотрена для того, чтобы проработать материал, восполнить пробелы, если они образовались. 15-20 минут виртуальный онлайн-класс, поэтому заниматься можно в любое время. Дома с ребенком, учитывая его время активности, ну или же в образовательном учреждении данная программа легко интегрируется в ваш образовательный процесс. Соответственно, поскольку все находится в виртуальном классе и материалы доступны, вы можете следовать уже сложившемуся расписанию. Вот Оксана сегодня приводила примеры, да, как работают дети с формой букв. Да, вот мы приготовили, хочу немножечко похвалиться Оксану, в онлайн-клубе Minimi English у нас есть уже заготовленные материалы для взрослого, который работает с ребенком. Это материал, который можно распечатать, и вот там тоже подключен очень активный мультисенсорный подход. Поэтому здесь, конечно же, присоединяйтесь и посмотрите. Ну и подарки, о которых я говорила сегодня. Мы начали уже тему книг на нашей прошлой встрече. Оксана сегодня тоже упомянула и рассказала о том, что существует издание, из выстроенной даже линейки, по которым можно, нужно их работать и применять. И они существенно помогают и родителям, и учителям. Поэтому сейчас я попрошу организаторов продублировать ссылочку на наш интернет-магазин для раздела литературы для дошкольников. Обратите на это внимание, ознакомьтесь, посмотрите. И всем, кто присоединяется к онлайн-клубу Minimi English на нашей образовательной платформе, идет скидка 50% на покупку литературы для дошкольников. Поэтому это вот такой подарок. Ну и мы предлагаем попробовать. Лучше один раз попробовать, да, один раз, чем сто раз услышать или увидеть. Поэтому первая неделя первого модуля в рамках онлайн-клуба, она совершенно бесплатная. Ссылочки тоже в чате, обратите внимание. Вы регистрируетесь на платформе, и первая неделя вам открывается совершенно бесплатно. Неограниченное количество входов вы можете осуществлять, пользоваться и использовать абсолютно все материалы, которые предполагаются в рамках онлайн-клуба Minimi English. Ну и у нас главный подарок – это 50% скидки. Сейчас у нас действует специальная акция на приобретение модуля в наших ресурсах. Скидки у вас тоже в чате. Ну что ж, время отвечать на вопросы. Да, Оксана? Я увидела три вопроса, которые я могла ответить, да? Отлично. Давайте, Оксана, тогда отвечайте. А я буду следить за новыми вопросами. Имя, к сожалению, не вижу, кто задал. Очень познавательно. Спасибо, спасибо. Подскажите, на каком этапе можно ознакомить ребенка с транскрипциями? И где посоветуете прослушивать правильное произношение звуков, чтобы верно озвучивать звук для ребенка? На каком этапе озвучивать, ознакомить ребенка с транскрипциями? По-хорошему, в Институте иностранных языков, если ребенок захочет стать лингвистом, да? То есть вот совершенно знание человеку, не лингвисту, ну, как бы транскрипции не нужно. Но в старших классах, наверное, можно, да? Ну, и нужно. Знакомят у нас, подразумевается это. К сожалению, наша школьная программа во втором классе настаивает на знакомстве, ну, многие программы настаивают на знакомстве с транскрипцией. Она ничего не дает ребенку. То есть маленькому ребенку ничего не дает. Только в подростковом возрасте, когда уже ребенок научился читать, когда уже он вообще как бы оперирует абстрактными такими понятиями, и что это не затруднит его, да? То есть логика эта, она маленькому ребенку не нужна. Транскрипция – это прежде всего инструмент для лингвистов, то есть чтобы понять незнакомое слово в разных языках. Она называется International Alphabetic Alphabet, да? International Phonetic Alphabet, то есть это народный, он там больше, чем 44 звука, да? Для всех языков мира есть предусмотренные значки транскрипции. Ну, то есть это ненужный инструмент. То есть, к сожалению, если в школе ребенку придется это учить, но многие учителя сейчас, я знаю, в школе, ну, как бы мимо проходят и не требуют этого знания с детьми, да? Потому что, ну, понятно, что это не работает. То есть это не то, что там он контрольно будет писать по транскрипции. Поэтому если ребенок уже будет уметь читать, его вот это знание дополнительной транскрипции не загрузит. Оно мимо пройдет, и он его не воспримет. Оно не нужно. Где познакомиться? Ну, во-первых, на сайтах компаний, я думаю, я не знаю, на сайте Oxford University Press есть где-нибудь звуки, может быть, озвученные. На сайте Letterland есть такой прямо раздел. Who is who and what's the sound? То есть прямо каждый звук, вот эта пиктограмма, кликаете и слышите звук. Как он пишется, значок транскрипции для желающих, да? То есть вот на сайте letterland.com или через мой сайт letterland.ru, да? Я написала letterland.ru, да, .ru. Оксана, сейчас сразу тоже сделаю акцент, чтобы наши участники не переживали. После вебинаров мы обычно присылаем в течение ближайшего дня рабочего, присылаем письма, да, где мы, конечно же, делимся всеми необходимой информацией, дублируем презентацию спикеров, вот нашу сегодняшнюю презентацию, чтобы у вас было для наглядности и, может быть, в качестве шпаргалки. И, конечно же, там будут необходимые ссылки, где вы можете ознакомиться с материалами образовательной организации Reload, Oxford University Press в контексте подхода Phoenix, о котором мы сегодня говорили. Так что не волнуйтесь, все это у вас будет под рукой. Ну вот еще вопрос. Какие ОМК посоветуете для билингов? Ну, ОМК с точки зрения обучения чтению, это вот, как я сегодня перечислила, я вот их все и рекомендую, да, и Letterland, и Family and Friends, и Oxford Phoenix. Но, может быть, если вы хотите заниматься по, ну, как бы, по структурированной программе обучения чтению, и, конечно же, ридеры, фонетические ридеры. Чем больше будет у ребенка фонетических ридеров разных издательств, да, если они следуют вот этой логике введения постепенного звуков, составления текстов и звуков, которые ребенок уже знает. Вот мы говорили в прошлую нашу встречу, да, очень подробно разбирали этот ресурс, как пример. И потом еще есть такой мой любимый автор, доктор Сюз. Я знаю, что в Релод я всегда очень нахожу вообще эти любимые книжки. Знаете, такой автор, доктор Сюз. Мне кажется, вообще можно сделать Релоду отдельный вебинар вообще про знакомство с этим чудесным автором. Его очень мало знают российские дети. Это автор, который вот как раз, когда метод целых слов в Америке превалировал, он решал задачу, как детей научить читать. Он составлял смешные, веселые истории, именно из, которые можно прочитать, да. И вот такая серия, она, не помню, как она называется, но она чудесная. Это серия вот доктора Сюз для билингвальных детей. Это будет вообще... То есть ты можешь и вслух их читать, да, потом он сам будет подхватывать. Есть серия книг у него, которые могут дети начать читать как ридеры. Это супер. Доктор Сюз, автор. Мы обязательно эту информацию включим в письмо, да, не переживайте, участники. Все это будет у вас перед глазами. Вопрос тоже, который задавали еще в прошлую нашу встречу. С какого возраста, да, ну вот здесь вот давайте такой прям четкий возраст, может быть, прям подведем итог. Данный подход применим. Ну, мультисенсорный подход применим as early as you want, да. Но только, естественно, там с двух-стрехлетним ребенком мы не начинаем сразу все писать и все складывать. А знакомство вот с такими волшебными героями можно начать и с двух- и с трехлетним героем, ребенком, да, потому что если у него есть интерес, он запоминает, как название каких-то волшебных человечков, звуки и слова, это просто его развивают уже в этом возрасте, да. То есть и постепенно вы увидите, как только ребенок готов и знает уже звуки, понимать, насколько он готов к следующему шагу, блендинг, да, слиянию слов. Ну, то есть в три, наверное, года мы еще не начинаем складывать слова, и в четыре даже, вот может быть, там в четыре с половиной, ближе к пяти, да, но если мы начали раньше знакомить со звуками, то обычно к пяти годам ребенок уже точно начинает складывать, и дальше все идет как бы в темпе, в том, в котором ребенку легко. Не надо применять насилие никакое. Но с трех лет это развитие фонематического слуха прежде всего, и развитие моторики, чтобы как-то формы букв запоминать, рисовать, лепить, да, раскрашивать, не писать мелким почерком в тоненькой тетрадочке, в тоненьких линиях, да, то есть именно с этой точки зрения можно с трех. Суммирую вопрос, сразу сделаю акцент, что мы на него с вами уже ответили. И сегодняшняя наша встреча с вами, Оксана, это был как раз-таки ответ, такой глобальный ответ, очень подробный, я считаю, и увлекательный, на вопрос, который я слышу очень часто, и после нашей встречи по обучению чтению дошкольников и по ресурсам, которые можно применять для этого, очень много было вопросов от учителей, практических вопросов именно от начинающих педагогов, которые только начинают свою профессиональную карьеру. Вот вроде бы всё, ребёнок знает, то есть это в основном младшая школа, ребёнок знает транскрипции, он знает алфавит, он это всё понимает, воспроизводит, выдаёт по требованию преподавателя, но как только дело доходит до чтения, то он не может прочитать ни слова, ни слова, ни слога, и вот здесь преподаватели сразу видят вот эту недоработку. И я думаю, что сегодня рассказ ваш, подробнейшие и наглядные примеры, которые вы привели, они как раз-таки и являются ответом, что транскрипции и отдельно буквы – это не чтение, и они не дадут ребёнку возможности именно зачитать. Ну и ещё я хотела бы тоже сделать акцент. Мы часто учителям или руководителям образовательных учреждений слышат такое возражение от родителей. Про поводу букв и транскрипции мы уже говорили об этом, что вот он уже у вас месяц обучается, но всё ещё не читает. Мы обозначили, что должно пройти время, что должно пройти, причём ни месяц, ни два, и даже не полгода, прежде чем ребёнок начнёт читать. И это касается и дошкольного возраста, безусловно, конечно же, но и даже младшую школу. И вопрос ещё, что читать? Что он не может читать? Вот фоник-ридер, фонетический ридер, книжку составлены из тех слов, которые состоят из звуков, которые мы проработали, научили всех складывать, раскладывать постепенными шагами. То есть с чтением можно сравнить и с танцами, и с обучением музыками. Если кто-то из вас учился музыке, что такое читать с листа нотную грамоту? Никто, выучив 7 нот, не может открыть нотный текст и сесть и заиграть. И воспроизвести. Нужно время. Это как бы результат процесса. Чтение – это результат процесса, который не настаёт. Вот выучил алфавит и зачитал. Спасибо большое, Оксана. Уважаемые коллеги, все контакты у вас продублированы в чате, участники нашего вебинара. Ссылочки вы видите на наши социальные сети. Присоединяйтесь, подписывайтесь. Напомню, что все вопросы вы можете задать на нашу почту info.sobachka.minimi-english.ru. Мы обязательно на них ответим. Также информация, о которой мы говорили сегодня с Оксаной, будет продублирована вам в закрывающей рассылочке. Поэтому не переживайте. Оксана, от меня лично, от образовательной организации я думаю, от всех участников нашей встречи сегодня огромное вам спасибо. Было очень интересно и очень полезно. Спасибо вам. Мне тоже очень интересно. Спасибо за вопросы. Спасибо, уважаемые участники. Спасибо, что пятницу проводите с нами. И я напоминаю, что мы встречаемся уже традиционно каждую пятницу в 12.30. В следующую пятницу мы с Еленой Никонасовой, детским нейропсихологом, продолжим говорить о том, как работать над вниманием ребенка, как развивать внимание и формировать необходимые свойства внимания. Поэтому следите, подключайтесь, будем вас ждать. Всем хороших выходных. До свидания.